Всем привет! Вы на канале Ленкин дом. Я вот сачкую. Работать вообще не охота. Я привыкла в январе месяце всегда отдыхать, поэтому работать меня вообще не тянет. Вот. Зашла тут на госуслуги. Мне уже прилетели налоги. 24 тысячи уже заплатила. Еще надо будет подавать декларацию. И, короче, бухгалтер у меня будет там высчитывать тоже налог на прибыль так называемую, которой нифига нет нынче в этом году. Ну да ладно, я не об этом. Сгоняла я тут фикс прайс. Ну и, в общем, набрала по чуть-чуть, что надо и не надо. Вы же знаете, что фикс прайс, если за одним зайдешь, то наберешь, что надо и не надо. Так что давайте покажу, что я купила-то в конце концов. Сейчас я вас переключу и покажу. Ну, в общем, начнем с продуктов. Из продуктов я купила вот такой сок. Дары Кубани. Томатный сок. Что-то мне захотелось томатного сока. И я вам скажу, он такой нормальный сок. Написано 100% сок. Содержит клетчатку ликопин. Очень такой насыщенный вкус. Густой сок. В общем, рекомендую. Стоит он 51 рубль ровно. Вот такой вот сок. Видно вам, не видно? Я уже пол коробочки высосала. В общем, он мне понравился. Так что, девочки, фикс прайс, и покупайте такой сок. Ну, вот тут что-то не удержалось попробовать. Решила тульский пряник. Купила вот такой. Я понимаю, что он с яблочной начинкой. Яблоко нарисовано. Там были разные начинки. Ну, я захотела с яблочком. Ни разу не покупала, ни разу не пробовала. Он стоит всего 18.30. Цена такого пряника 18.30. Вроде он мягкий, свежий. Короче, вот. Ну, и всегда в фикс прайсе я беру бариллу. В принципе, я вот за этой бариллой-то и погнала. Барила макарошки в спагетти. Стоят в фикс прайсе. Сейчас скажу вам. 55 рублей цена. В монетке они намного дороже. В монетке я смотрела. Там, по-моему, цена уже 90 рублей стоит на них. В общем, Натали из Чирова, мои итальянские друзья, у нас тоже продаётся барилла. Попробую сделать пасту. Конечно, без устриц, как вы делали. В общем, вот купила такие макарошки. Так, ну вот, вот это мои продукты. Почему я стала мало брать из продуктов? Потому что у меня сынуля вроде как потихоньку возвращается в свою семью. Чтобы не сглазить, его уже второй день нету дома. Он ночует там, у себя дома. Не знаю, дай бог, чтобы они помирились. Чтобы всё нормализовалось. Так что вот, я вроде как опять одна. Так, тьфу-тьфу-тьфу, ещё раз, чтобы не сглазить. Чтобы всё у них наладилось. Дальше. Пошли, короче, хостовары. Закончились мусорные пакеты у меня. Пакет для мусора стоит 27,50. На 60 литров 20 штук. Дальше. Купила я вот такой аромадиффузор за 190 рублей. Палочки что-то у меня покончались. Вот, решила попробовать такой аромат взяла с лавандой. Не знаю, как он будет себя вести. Как покажет себя. Написано 100 миллилитров, 8 палочек. Способ применения. Снять крышку и поместить палочки в сосуд. Чем больше палочек вы поместите, тем интенсивнее будет распространяться запах по помещению. Аромат появится не сразу. Время достижения максимальной интенсивности аромата может занять от 15 до 24 часов. Время от времени переворачивайте палочки для поддержания силы аромата. Короче, вот не знаю, взяла попробовать. Надеюсь, что он мне понравится. Так, поехали дальше. Увидела, вот такие баночки в фикс прайсе продаются. Короче, она вот такая первомутровая. Можно заваривать травку в ней, мяту там, лимончик и т.д. и т.п. Сейчас на улице холодно у нас, холодина. Буду себе заваривать и попивать потихонечку. Такая баночка стоит. Кружка с трубочкой, она называется, 77 рублей. Вот такая прелесть. Потом я взяла вот такую баночку. Взяла с ложечкой. Она называется емкость для специй. Там, короче, в фикс прайсе их три вида. С кисточкой, с ложкой и еще не помню с чем. В общем, эту баночку я взяла для соли. Насыплю сюда соль и буду ложкой насыпать. У меня банки для специй есть, как бы. А вот для соли у меня нету. Вот я ее приспособлю для соли. Так, она стоит 99 рублей. Вот такая вот прикольная банка. Очень так дорого, богато смотрится. Мне понравилось. Поехали дальше. Взяла вот такую штуку. Так, сейчас скажу что-то такое. Это диспенсер для фольги и пергамента. Пергамент у меня постоянно раскручивается дома. В ящик положу он у меня разматывается. И, в общем, как я понимаю, вот эта штучка-то удобная. Она вставляется сюда. Вот так вот она тут отщипывается. Вот сюда ложится. Закрепляется вот тут крючочки два. И отрывается очень удобно. Наверное, я еще возьму такую для фольги. Что-то я только одну взяла. Так, этот диспенсер стоит 51 рубль. Как контейнером такой получается. Вот, такое взяла я. И взяла еще вот такую форму. Разъемная форма за 199 рублей. Для пирогов. Можно, наверное, и салаты делать в ней. Ну, я готовить как-то не очень сейчас люблю. Потому что в свое время она готовилась. Когда были дети маленькие, и хлеб кекла, и все на свете. Сейчас мне лень этим заниматься. Вот так она разъединяется. Вот так вот соединяется. Вот получается вот так вот. В общем, эту форму я задарю подружке. Я еще с ней не виделась. На Новый год мы с ней не встречались. Поэтому вот у меня вот ей подарок такой. Она постоянно печет пироги. Любительница этого дела. В общем, я ей задарю такой подарок на Новый год. Думаю, что ей понравится. Ну, и последнюю вещь я взяла. Та-да-да-дэ-дэ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- Это я взяла чисто в киоск, для киоска. Поставлю ее куда-нибудь на витрину, надую шарики. И у меня будет как образец из шариков, какие шары у меня в наличии, чтобы люди видели, как выглядят вообще шарики. Стоит она 199 рублей. Я вот эту вот штуку последнюю уже забрала. Ну, думаю, что мне она пригодится. Так что вот все мои покупочки, все мои распаковочки. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем передаю привет. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok